Российские военные эксперты уже открыто начинают признавать, что демилитаризация Украины явно свернула куда-то не туда и приносит по сути противоположные результаты от тех, которые провозглашал Путин. Даже вполне лояльные Кремлю придворные спикеры, которые с первого дня поддерживали вторжение в Украину, теперь начинают роптать и признают, что в результате действий России украинская армия с точки зрения оснащенности и вооруженности только усилилась и Украина спустя полтора года боевых действий получает сейчас то вооружение, о котором ранее не могла и мечтать. К примеру, об этом открыто говорит один из известных российских экспертов, постоянный участник различных пропагандистских ток-шоу, полковник Виктор Баранец. Посмотрите, тенденция, тенденция. Начиналось все с безобидных пистолетов, кассок, бронежилетов, кольцом, даже полевого госпиталя, который немцы там предоставили. А класс этого оружия в ходе спецоперации значительно повысился. Тревожная какая-то тенденция, да? Сначала давали каски, ружья, а теперь дошло до F-16 и дальнобойных ракет. Какая-то странная получается демилитаризация. Вы посмотрите, пожалуйста, теперь уже не мне вам рассказывать. Появились танки, появилась артиллерия. Теперь в конце концов дальнобойное, высокоточное ракетное оружие появилось. А это, конечно, меняет характер боевых действий. Люди, которые после начала российского вторжения снисходительно утверждали, что Украина не продержится и несколько дней, что у Украины нет шансов, что Украине никто не будет помогать. Украину все бросят, теперь ноют и признают, что Украина получает очень серьезное вооружение, которое может изменить ход войны и создать России очень большие проблемы. Все это очень сильно напоминает гопника, который хотел из-под тяжка напасть в переулке на прохожего, но получил сдачи и теперь ходит и ноет. Мол, как же так, такая несправедливость, меня-то за что? Вот эти все ракеты, они считаются дальнобойными. Отсюда делаем вывод, что они будут бить наши войска на большую тактическую глубину. Будет это 250-500, там уже говорят, что даже за 700 километров могут достать. Это раз. Во-вторых, эти ракеты позволят врагу, противнику поражать наши тыловые районы. Тыловые районы, а там и резервы, там и склады, там и арсеналы, там и базы ГСМ, как вы знаете, в общем-то, мало приятных. Ой, мало приятного, да? Странно. А Песков недавно говорил, что задачи по демилитаризации Украины практически выполнены. Действительно, Украина была сильно милитаризована на момент начания специальной военной операции. И, как вчера сказал Путин, одной из задач было демилитаризацию Украины. Фактически, эта задача во многом выполнена. Так что это получается? Задачи демилитаризации были в том, чтобы Украина просто получила современное дальнобойное оружие и наносила им удары по глубоким тылам российской армии? Вообще, вот это что-то немыслимое. Ну вот, всякому нормальному человеку, включая даже не особо умных российских экспертов, да, по-моему, понятно и очевидно, что никакой демилитаризации украинской армии не происходит. Ну и если Украина получает дальнобойные ракеты, которых у нее никогда не было, да, и может наносить удары на такую глубину, если Украина получает там те же самые гаубицы, те же самые западные танки, которых никогда не было, да, раньше, то очевидно, что это не демилитаризация. Ну что угодно, но только не демилитаризация. Это понятно просто всем. И только лишь представители российской власти продолжают упорно говорить на черное-белое и рассказывают, что все идет по плану и задачи по демилитаризации уже практически выполнены. И самое потрясающее, что кто-то ж, наверное, даже в это верит. Реально верят люди в России, что проходит демилитаризация, хотя видят, да, что у Украины не было ракет, появились, не было F-16, теперь дадут, не было Хаймарсов, там, появились, не было Storm Shadow, появились. Здесь странно, да, но вроде бы как-то все наоборот получается, но реально вот если Песков и Путин говорят, что так и было задумано, да, это демилитаризация такая, ну кто-то, значит, послушно кивает головой и верит. Вот реально же, смотрите, ну всякий нормальный человек, он понимает очевидные вещи, что если твои действия дают результат противоположный от того, который ты ожидал, который ты стал перед собой, нужно остановиться, нужно прекратить эти действия, но если они приносят противоположный результат, это понятно, это детям понятно. Но всем, кроме Путина, который реально продолжает упорно, тупо делать то, что приводит лишь наоборот к милитаризации Украины и к усилению каких-то антироссийских настроений. При этом Путин понимает, что он не может признать свою ошибку, да, чтобы не признать, что он ошибся, что он поступил неправильно, что он сделал провальные шаги, которые ослабили Россию. Он продолжает.